Всем здравствуйте! С вами Владислав Тарасов. Сегодня наш второй урок будет посвящен ссылкам в Excel и копированиям ячеек. Откройте ваш документ, который мы сохранили после первого урока. Для этого зайдите в меню «Пуск», закалочку «Документы» и откройте наш документ зарплаты. Если вы этот документ в прошлом уроке не создавали, просто нажмите «Видео на паузу» и перерисуйте тот документ, который открылся у вас на экране. Основа ваших будущих формул – это ссылки. Ссылки в Excel бывают абсолютные и относительные. По умолчанию Excel делает относительные ссылки. Что это значит? Давайте для начала сделаем ссылочку. Встаньте, пожалуйста, на ячейку, на любую доступную, которая вам нравится. Желательно, чтобы она была на парочку ячеек правее вашей таблицы. У меня это ячейка Е2. Нажмите знак «Равно». И после того, как вы нажали знак «Равно», больше ничего не нажимайте на клавиатуре, просто подведите курсор к ячейке B2 и нажмите левую кнопку мышки. После того, как вы нажали на ячейку B2, можете обратить внимание, что у вас в ячейке Е2 теперь написано «Равно» B2. После того, как вы получили такое значение, нажимаете галочку «Ввод» либо клавишу «Enter». Обратите внимание, несмотря на то, что в строке «Формул» у вас написано B2, в самой ячейке Е2 у вас стоит такое же значение, как и в ячейке B2, то есть 150, потому что мы взяли значение из ячейки B2 и записали его в ячейку Е2. Визуально мы все видим так, как это у нас находится левее. Ну а так как у нас относительная ссылка, при копировании ее, допустим, на ячейку ниже, обратите внимание, что произошло. Если в ячейке Е2 у нас значение было B2, то в ячейке ниже, в ячейке Е3, значение у нас равно B3. В этом и есть суть относительных ссылок. Они по умолчанию создаются относительно текущего положения. Следовательно, если мы продолжим копировать ниже, скопировать, вставить, то мы получаем значение соответственно с ячейки B3, и то же самое будет со всеми ячейками, которые стоят у нас рядом. Потому что мы поочередно взяли и с каждой ячейки значение переместили в соответствующие ячейки, правее таблицы на три столбца. В большинстве случаев именно такой подход нам очень удобен. Как правило, нам удобно будет, а потом в дальнейшем, используя формулы, один раз написали, потом протянули и все получилось. Но иногда бывает ситуация, когда относительные ссылки нам использовать неудобно. И мы хотим сделать так называемые абсолютные ссылки, которые абсолютно всегда ссылаются на одну и ту же ячейку. Давайте попробуем сейчас также в ячейке Е2 написать ссылочку, которая будет всегда ссылаться на ячейку B2. Делаем все то же самое, нажали равно, нажали на мышку и на ячейку B2. После того, как значение B2 у нас здесь появилось, мы встаем к курсорам, щелкаем левой кнопкой мышки и нажимаем на клавиатуры клавишу F4. Обратите внимание, что получилось. Перед значком B и перед цифрой 2 у вас поставили значки доллара. На самом деле, точно так же бы вы могли их написать с клавиатуры, если бы в английской раскладке нажали бы на Shift 4. Но F4 нажать быстрее. И теперь попробуем скопировать то же самое значение на соседней ячейке. Как вы видите, куда бы мы их ни копировали, во всех ячейках у нас будет равно доллар B, доллар 2. Мы всегда осылаемся на конкретные значения. Все данные, если вы хотите удалить данное значение, то достаточно просто выделить эту ячейку и нажать клавишу Delete, либо Backspace, как кому удобнее. Кстати, в чем разница между Delete и Backspace для Excel? Если вы нажимаете Delete, то вы просто уничтожили все то, что было у вас в выделенных ячейках. Если же вы нажмете Backspace, давайте я сейчас верну действие, и нажму клавишу Backspace, это клавиша, которая выше Enter, то у вас эта ячейка открывается для редактирования. Как вы видите, у вас замигал сразу курсор, вы можете в ней что-нибудь написать. Delete — это просто удаление информации в ячейке, Backspace — это удаление информации, и сразу открытие этой ячейки для введения какой-нибудь другой новой информации. Кроме того, ячейки можно копировать. Если вам нужно еще где-нибудь написать значение FIO, вам не нужно его вписать заново. Если в любом месте этого документа у вас есть какое-нибудь значение, которое вам просто нужно скопировать, вы можете выделить его и нажав правой кнопкой мышки копировать, после чего выделить ту ячейку, в которую вы хотите вставить данные значения, и держа курсор в ней, правой кнопкой мышки выбрать вставку. Если, как вы видите, обычная вставка и еще дополнительные, мы их разберем тоже. Пока что нам это не нужно, для начала нам нужно просто научиться копировать и вставлять. Простыми этими действиями вы сэкономите кучу своего рабочего времени. Также копировать и вставлять можно с использованием горячих клавиш. Причем эти горячие клавиши одинаково хорошо работают как в Word, так и в Excel, так и в самом Windows. Если вам просто нужно скопировать и вставить документ, вы будете нажимать эти же клавиши. Для этого вы встаете на ячейку, из которой вы хотите взять данные, нажимаете сочетание клавиш Ctrl и C, после чего щелкаете левой кнопкой мышки на нужную вам ячейку, нажимаете сочетание клавиш Ctrl и V. Зачем используются горячие клавиши? Не только эти, а вообще. Они экономят кучу времени. Давайте сравним, сколько времени я затрачу для того, чтобы три вот эти ячейки перекопировать поочередно в другие три места. Смотрите, с использованием горячих клавиш я ничего не ускоряю, я просто делаю это на автомате. С использованием мышки давайте две ячейки копировать, правой кнопкой вставить, копировать, вставить. Не знаю, слышите ли вы щелчки мышки, но я их делаю достаточно много, и затратил на это, как вы видите, больше времени. Кроме того, у меня уже устали пальцы. Ну а если у вас большая таблица, то, соответственно, вы затратите достаточно большое количество времени. На этом на сегодня все. Знания, которые вы получили сегодня, помогут вам в будущем при построении формул и при регулярном использовании Excel. Спасибо за внимание. До новых встреч.